Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, я хочу предложить вашему вниманию историю. Историю, надо сказать, печальную. Но, возможно, она кому-то поможет взглянуть на себя со стороны, а кого-то удержит от неправильного поведения. О чем я говорю? Сейчас узнаете. История уже начинается. Итак, служил в одном городе следователь. Серьезный, да образованный, большой специалист в своем деле. А у следователя был помощник. И вот однажды... Гори, гори, моя звезда. Звезда любви, привет, моя. Ты у меня одну советую. Другой не будет никогда. Простите. Интересно, и что, ты опять ключи потерял? Нет, вот. Ну, в таком случае, хватит заниматься ей ерундой. На-ка, ознакомься вот с этими показаниями. Слушаюсь. Катерина. Иду, иду, иду. Вы заметили? Что? Я уверена, что она участница этого ужасного заговора. Заговора? Катерина? Да. Какая чепуха. Ну, не спеши, не спеши. Тем более, что мы все равно должны изучать любые заявления, касающиеся заговора. Вот только хотелось бы знать, с кем мы имеем дело. Гела. Окрошкина Степанида Андреевна. Степанида? Угу. Вы уверены? Да, уверена. Степанида Андреевна, присаживайтесь, пожалуйста. Странный вид, Степанида Андреевна. Это для маскировки. Да для маскировки? За мной следят. Ну, и чем ты занимаешься? Простите. Ну, теперь мы можем заняться делом. Мы можем? Можем. Да. Слушаем вас. Вот этот ужасный заговор. Вовлечены сотни, а может быть и тысячи людей. Да. А вы не могли бы привести пример? Например, вот она. Вы свидетели. Она следила за мной. А перед этим она еще шепталась с какой-то очень подозрительной личностью. С кем? У него вот. Еще вот такая. И фартуки. Ой, очень мерзкий тип. Такие готовы на все. Задовольщики. Я уверена. Минуточку. К-к-к-к... Катерина! 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 Ты тут, я! Катерина, скажи-ка мне, любезная, нет ли у тебя сговора с одним... с одной личностью, с усами, с такой штукой и фартуки. С Яковом? С Сапожником? Нет. Она лжет! Катерина, признавайся. Есть. Катерина! 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 Я что же, под арестом была, да? Под арестом. Ишь ты! Словно, скажу! Понятно! Пойдем, пойдем! Пойдем, пойдем! А я миром! Я миром! Пойдем, пойдем, пойдем! Смирь, не ходи, ребят! Вот мы сейчас и во всем разберемся. Представляете, каково мне приходится, когда вокруг меня плетется заговор такого масштаба? Заговор против вас. Да. Интересно, и кто же... Организаторы! Михаил Васильевич Жалейкин! А кто это? Катерина! Простите, а кто это? Это директор женской гимназии. Кто? Кто? Катерина! Уймись! Так вот, я там работаю преподавателем музыки. И скажу без лишней скромности, у меня талант, талант, талант. Я талантлива. Любопытно. Так вот, директор гимназии не может этого стерпеть. И считает, что тот, кто преподает музыку, должен знать ноты. А разве это не так? О, это устарелая метода. Я учу без нот. Интересно, и как это? Ну, как в правописании, что слышишь, то и пишешь. Простите, но, по-моему, это полная чушь. А вы, случайно, с этим Жалейкиным не знакомы? Не имею чести. Ну, так вот, он меня уже пять лет пытается уволить. И дело дошло уже до заговора. Я ничего не скажу! Катерина! О, о как! Значит, говорите, пятый год. И до сих пор не уволил. Да не на то, на пол! Знаете что, сударыня, если бы не внезапное признание Катерины, я бы… Ни слова не скажу! Ни словечечка! Катерина! Да ничего же! Улимись! Я тебя прошу по-хорошему! Вы должны еще обестовать не только ее. Там вот за углом две торговки. Когда я проходила мимо, они шушукались, понимаете? Это заговор, пожалуйста. И обестуйте еще их. Обестуйте немедленно их. Немедленно их, не только ее. Везде заговоры, везде плохие люди, везде заговорщики. Пишите. Катерина, уймись! Вы напишите, наконец-то! Сударыня, это смешно, честное слово. Что? Ну, тогда я буду жаловаться губернатору. Немедленно! Здравствуйте! Вот, доставил заговорщика. Это он, это он! Да еще с Молотковым! Садись, садись. Здравствуй, здравствуй, Яков. Ну что, рассказывай. Есть ли у тебя какой-либо сговор с Катериной? С Катериной вашей? С нашей? Был, ну... Я же говорила, говорила. Ну, а вы ее ругать не будете? Не, не будем. Тогда я объясню. Яков тут не пришел. Это я во всем виновата. Я его втянула. Призналась. Я у них сама напросилась в мастерской прибираться. Вот, подработать хотел. За гривенек в день. Подработать? Да. Да нет, ну это я сам попросил. Ну, надоел беспорядок. Молчи, Яков. Молчи. Ничего им ни словечка не говори. Не дам тебя вострок запрятать. Не за что тебе там и сидеть. А то, что в гострук-то. Да. Ну, как же это? Я же вон на службе, на государственной, да? Ну, и что? Как что? Да ведь не разрешается. Почему? Почему не разрешается? В свободное от работы время занимайся чем хочешь. Хочешь хоть пироги пеки, хоть чего угодно занимайся. О, так это... Ну, все, больше никаких сговоров у вас из заговоров, нет? Ой, нет. Нет, я так и думал. Ну, идите, идите с Богом и отцепи ты ее от тазика. И думай в следующий раз, чему пристегиваешь. Простите. Спасибо. Прости. Ой, спасибо. А если они лгут? Кто, они? Да. Арестуйте Желейкина и проведите молчную ставку. Ого, лопаткованная. Я же вам говорила, меня так просто, не возьмешь. Я требую. Арестуйте Желейкина. Мы на сегодня уже достаточно арестовали невинных людей, по вашей милости. Вот именно. Ну, знаете, что я вам скажу? Это я вам скажу. А точнее, дам дельный совет. Прислушайтесь к словам своего директора. И постарайтесь п-п-понять. Да. Мне кажется, он к вам слишком добр. Да, ну и выкиньте вы из головы эти мысли по поводу заговора. Заговора, да. Грешно это так о людях. Думать. Да. Ах, значит, вы с ним заодно, а? Я догадалась, а? Я пойду к самому губернатору. Я найду на вас право. Ну, что писать? А что? Разбирательство за... Закончено. Дело за... Закрыто. Угу. Нет, нет, нет. Вот такая история, дорогие мои. Не правда ли печальная? Как можно видеть во всех людях врагов? Как можно не прислушиваться к тому, что тебе говорит из лучших побуждений твой начальник? Как можно не видеть своих ошибок? Я думаю, ответ на эти вопросы очень прост. Все это может произойти с человеком, если он ослеплен своей гордыней. Если он болен самолюбием, тогда не слышит ничего, не хочет, не понимать. До новых встреч, дорогие друзья. И храни вас всех, Господь. Субтитры подогнал «Симон»